Всем привет! Это Бибайфунт. Я приветствую вас на базовом курсе проекта BreakAdvice. И этот урок будет посвящен растяжке и некоторым физическим упражнениям, которые помогут вам быстрее научиться любые элементы, которые вы увидите в этом курсе. Итак, с чего мы начнем? С простой растяжки это обычный простой уровень. Как минимум, вы должны руками доставать до носочков. Если у вас не получается, потихонечку сидите, пытайтесь. Можно руки тянуть к носкам, можно наоборот носки натягивать на себя. Вот так. Не делайте никаких резких движений, растяжка делается плавно. Просто садитесь, пытайтесь минутку просто посидеть и расслабиться. Все. Это упражнение растянет вам немножко мышцу спины и мышцу ног. Следующее, что мы будем делать, мы потихонечку будем готовить наших ноги к шпагату. Открывайте максимально, как вы можете, ноги. И если у вас уже получается положить два локтя на пол, в принципе, для начала это уже неплохо. Следующее, что нам нужно будет выучить, это кисти. Если вы видели, как танцуют брейк-данс, очень большая идет нагрузка на кисти, потому что все происходит вверх ногами. Чем раньше вы начнете растягивать свои кисти, тем меньше будут потом проблем. Делается это очень просто. Я ставлю руки вперед, вот так, и сам максимально пытаюсь оттянуться назад. И давлю ими вниз. Все. Получается очень хорошая стяжечка. Вначале вы очень много будете делать разных фрезов, стоек на голове, поэтому шея... Шею нужно относиться очень внимательно. Шея не привыкла к тому, что вы на ней постоянно будете стоять, поэтому нужно ее для этого размять. Кроме простых движений, как на физкультуре, вы разминаете вправо-влево, да, можете немножко просто помогать. Я беру рукой и вытягиваю влево, вправо, вниз вот так. Следующее, что вам нужно будет делать, желательно это делать в конце тренировки, это небольшая подкачка. Не нужно сразу кидаться на какие-то тяжелые элементы, поэтому простые отжимания, вот такие, или с узким хватом, но этого недостаточно. Если вы видели, многое из футворка делается на кистях, на пальцах, поэтому очень большая нагрузка идет на все кисти, и чем раньше вы начнете их закачивать, тем легче у вас будет все получаться. Поэтому отжиматься можно как вот так на пальце, так и полностью на пальце. Это поможет вам закачать руки, и они будут более привычные к брейк-дансу. Не забывайте, перед каждой тренировкой мы делаем хорошую разминку, и в конце мы делаем подкачечку. И если у вас есть возможность, делайте это еще и дома. Удачи!